Приветствую вас на портале Тутбай. Меня зовут Марина Шкелёнов. Долгожданный эфир. Наконец-то мы начинаем. Будем говорить в ближайшем эфирном часу о новом логотипе, который представила компания Инстит. Я думаю, что все уже посмотрели этот логотип, все видели вот этот вот голубой паттерн, который предлагается нам в качестве, возможно, логотипа будущего города Минска. Будем обсуждать сегодня его вместе с нашими гостями. Гостей у нас сегодня много, поэтому буду представлять вас по порядку. Олесь Плотко, пиар-менеджер общественной культурной компании «Бузьма Беларусы». Здравствуйте, Олесь. Александр Васильевич, директор рекламного агентства «Поблисис Гептогрупп» в Беларусь. Здравствуйте. Петр Попелушка, директор рекламного холдинга «СМГ Беларусь». Здравствуйте. Егор Сурский, дизайнер. Мы вас сегодня так представляем. Здравствуйте. Добрый день. Светлана Демешко, заместитель начальника управления физкультуры, спорта и туризма Мингорицполкома. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Плис, директор государственного управления информационно-туристический центр «Минск». Здравствуйте. Добрый день. И Александр Грант, специалист компании «Инстит». Как раз-таки один из разработчиков этого самого минского бренда. Здравствуйте. Здравствуйте. Возможно, во время эфира к нам присоединится Жанна Гринюк. Будем на это надеяться, потому что ее мнение мы тоже хотим услышать. Александр, наверное, тогда начнем с вас, потому что больше всего вопросов именно к вам и к вашему творчеству, скажем так. Вот этот логотип, который сейчас мы обсуждаем в активном интернете, который активно обсуждается на форумах, это вообще что? Это окончательный вариант того, что вы готовы представить публике в качестве логотипа бренда Минска? Ну, начнем с того, что это, в общем-то, не логотип. И мы его логотипом никогда не называли. И логотипом мы его назвали как-то вот стихийно, я уж не знаю, откуда это от СМИ пошло, которые, как бы не разобравшись и не спросив комментариев, начали сеять панику и, значит, перепечатать это всюду. И, то есть, от нас вот слово «логотип» не шло, да, мы вообще противники, точнее, не противники, не сторонники всяческих вот декоративных графических символов. И вот то, что, наверное, подразумевается под логотипом, там, графический символ, вот отдельного такого декоративного графического символа мы не планируем создавать. Вот, то есть, это не логотип. И дальше вопрос, наверное, а что же это такое? Что же это такое? Да, так вот, вот та часть программы, которая, та стадия брендинговой программы, которая вот сейчас сдана, которая завершилась, она устанавливает графические основы, основы графического стиля в том числе, да, то есть, там утверждена концепция бренд города и основы графического стиля. И вот та картинка, которая вот разошлась, да, это пример того, как вот этот вот графический стиль может использоваться. И тогда как раз, давайте сделаем по мотивам, потому что нужно было и общественному совету показать на конференции, показать, как это может применяться, тогда давайте сделаем по мотивам вот этой вот материнской платы. Давайте сделаем по мотивам. Потом, когда общественный совет увидел, о, нужно сделать, значит, в этом стиле здание, известное здание Минска. Давайте сделаем. И, по-моему, кстати, ну, парк в сутки технологий там вызвался провести конкурс по созданию серии вот таких вот зданий. И сделать из этого такую панораму, 3D-панораму Минска, да. То есть смысл и смысл вообще того, что мы делаем, мы не задаем жестких конструкций, допустим, в логотип, который будет везде. Потому что так можно делать с гербом, да. И вообще не задавать вот таких вот застывших форм. Потому что эти застывшие формы, они тоже приобретают свой характер там, сами по себе там становятся в каком-то смысле явлением. И людей зажимают вот в их, как бы, творчестве, в их, скажем, креативности, модно говоря, да. Поэтому здесь задача задать стиль. Вот такие вот основы, основы минского стиля, которые, причем, не из головы взяты, да. И уже в этом стиле дальше двигаться и, как бы, вырабатывать решения, как бы, индивидуальные там, с индивидуальным там вкусом. И с индивидуальными, ну, там, предпочтениями. То есть вот эта вот, вот эта схема, да, вот эта вот плата, это что будет вообще? Плата – это сейчас иллюстрация, как стиль может быть применен. То есть вот, например, вот в этом это не плата, как бы это по мотиву. Это такой паттерн по мотиву платы. Он может быть, поскольку кому-то он не нравится, кому-то нравится. И я им остался доволен, потому что там, ну, третье поколение дизайнеров делало что-то, пока я был доволен. И это может использоваться, как задний фон для, например, веб-сайтов, для интернет-ресурсов. Как из этого паттерна можно вытаскивать, там, делать зум-ин и вытаскивать отдельные фрагменты, использовать их для, там, определенных информационных носителей, ну, для разных информационных носителей. Этот план может, этот, как бы, вот узор, который получился, изображение, может использоваться как задний план для любой информации, которая помещается. И то есть, например, вот то, что, опять же, все увидели, и, значит, вот этот вот «think Minsk», это был пример того, как информация может размещаться, да, один из. То есть, там даже шрифт, например, ну, пользователи Facebook, там, и многие знают, что сейчас в разработке «Минский шрифт», то есть, вот, например, то, что будет писаться, там, название, там, информация, это будет делаться «Минским шрифтом». То есть, там сейчас, например, шрифт, как это называется, временный, то есть, собранный, там, собранный из трех шрифтов, чтобы он более-менее напоминал вот «Минский шрифт», который сейчас вот в разработке. Ну вот, и этот вот задний фланг будет служить для размещения, там, информации, текстовой, фотографической. Петр, вы хотели что-то сказать. Александр, вот скажите честно, вы вообще рассчитывали на такую реакцию, когда вы показали вот этот стиль, как вы его назвали, вот, в широкой общественности, что будет именно такая бурная реакция и такая массовая реакция? Да, вот отличный вопрос. Знаете, мы просто так ничего не показываем, и сначала, естественно, мы собрали общественный совет, да, и обсуждали, и презентовали эту концепцию, и получили положительный отзыв. Кому вы презентовали ее? Общественному совету, по-моему. Кто входил в общественный совет? Ну, около 20 человек, вот, например, вот Жанна Владимировна входит в общественный совет, потом господин Акантинов, это ассоциация маркетинга, потом господин Севиных, это, собственно, НИД, потом, кто у нас еще, директор и директоры ПАМ, Сергей Дивин. Салиханов. Да, скульптор и меньшанин года Константин Салиханов, музыкант Филипп Чмырьев, Надежда Аблова, это профессор, член ВАГ. То есть, одобрение было получено? Да, одобрение было получено. В общем, таких вот, почему мы вообще собираем общественный совет? Потому что мы же понимаем, что мы не можем ничего городу навязывать, да? И поэтому все вот эти вот концепции, они, естественно, обсуждаются, и как, например, концепция идеологии бренда, сколько раз ее прокатывали, обкатывали и как бы меняли, потому что получали, отправляли новые, получали фидбэк, и смотрим уже, что нужно, что нужно менять, что действительно нужно менять, что совсем не нужно менять, ну, вот таким образом. И получили достаточно положительный отзыв. И тогда отзыв насчет менять коснулся самой вербализации, самой текстовки, да, вот что было предложено в концепции. А в таком виде вообще не планировалось выносить на широкую публику. Просто это презентовалось на профессиональной конференции, и это вот там просто, как говорится, утекло и разошлось. То есть, естественно, мы, причем на общественном совете много обсуждали, как это нужно презентовать, и как вот правильно подойти, как вот объяснить. Естественно, получился такой эффект, что ничего не удалось объяснить, и получилась так гульная трактовка всего этого. И вот так вот ушло. И потом пришлось принимать срочные меры, там ставить на Facebook куски каких-то объясняющих концепцию текстов, и все равно люди не поняли. То есть там логотип, наверное, это как красная тряпка, которая вот делает, не знаю, там людей слепыми. Еще плюс миди подогревали интерес, потому что, вот я говорю, там опять же использование вот этот, это логотип Минска, нам с этим жить, там потом пошла там еще одна тема, другая тема. И получился вот такой эффект. Естественно, мы не ждали. То есть если бы общественный совет сказал, что да вообще, ну что это такое, что это никуда не годится, естественно, мы бы уже начали работать и думать. Жанна Владимировна, я хотела у вас поинтересоваться вашим мнением по поводу этого логотипа, по поводу этого узора. Логотип не будет. Хорошо, узор, да. А можно мне прежде чем задать один вопрос? То есть я правильно понимаю, что логотипа нет и не будет? Ну то есть из того, что вы сказали, будет какой-то общий стиль, но никакого логотипа не подразумевается Минска. Я что-то неправильно понимаю. Логотип, что вы понимаете под логотипом? То есть это, насколько я понимаю, это декоративный графический символ. Так вот, здесь такая позиция, что в ходе исследования было выявлено, что не сложилась Минска идентичность, что нет единого символа, нет единого понимания той же самой истории Минска, даты основания города. Там кто-то говорит, что он вообще города 50 лет, кто-то говорит, что 1000 лет, кто-то говорит, что 500, кто-то говорит, что Минск это вообще Минск. То есть вот такого единого символа не выработано. И тогда что, это вот аграфический символ, это как раз то, что отражает идеологию города и что, по идее, должно служить основанием для объединения, для создания городской идентичности. И поэтому здесь вопрос, если этого не сложилось, то я считаю, дизайнеры не вправе сами это создавать. Это должны создавать люди. И вот когда это сложится в процессе активизации городской среды, формирования городской традиции, когда это сложится, тогда оно найдет место применения, и будет любимое, и все люди будут этим гордиться. А сейчас волевым решением ставить какой-то символ, это, я считаю, не то, что я считаю, это просто неправильно, это не задача дизайнеров, что-то делать, что-то делать из головы. Это берется как бы из воздуха. То есть вы думаете, что те страны и города, которые делают свой брендинг, да, по сути, там, логотипы свои, ну, Испания, например, да, где общество, по сути, тоже расколото, да, как и в Минске, например, так и по-другому немножко, да, ну, знаете, всю историю про Каталонию и все остальное, они не имеют права создавать свои логотипы, чтобы привлекать туристов как-то. То есть какой тогда в этом смысл, у вас какая цель была создание логотипа? Я так понимаю, страновой брендинг нужен для того, чтобы стране на этом как-то зарабатывать деньги, продавать себя вовне, да, ну, и внутри, в том числе. Ну, конечно, в том числе. То есть вы считаете, что это не нужно? Ну, из того, что вы сказали. Не нужно, не нужно, что вы, во-первых, ну, там несколько вещей вы сказали, да, во-первых, вот другие города, другие страны создают логотипы. Я не говорю, что, ну, как бы нельзя сказать, что все они эффективны, все они, да, они что-то создают, но что из этого эффективно, что из этого работает? Как бы большой вопрос, да, и если, ну, окей, то есть вот здесь большой вопрос фиктивности. Я говорю, что создать можно-то все, что угодно, проблем нет. Тут вопрос, для чего это делается. Просто, во-вторых, вопрос с Испанией. Когда в Испании создали вот это вот «Солнышко», это сделал, значит, художник, который был больше Испании там в то время, да, и когда мы подходили вообще к задаче формирования минской символики, когда там делали исследование, мы искали фигуру, которая, и была позиция такая, это не должны дизайнеры создавать, а желательно создаст авторитет, который, вот он вот минское наше все, знаете, вот как мирово в Испании, да, это вот там наше все, и что такой вот человек создаст вот этот вот бренд. И мы там, не бренд, вернее, прошу прощения, графический символ. И тогда мы искали, обратились к одним, к другим, там, познакомились со множеством творческих людей, и выяснилось, что вот такого нашего всего в Минске нету. Поэтому вы решили нашим всем сделать вот эти вот дорожки, да? Не дорожки, кому-то они велосипедные дорожки напоминают, но нет, дело не в дорожках. А тогда мы решили не про дорожки, а тогда мы решили, что это тоже не сработает. То есть, опять же, это будет символ, который раскалывает общество, вот, а не объединяет. Поэтому было решено, поэтому пути не идти. Давайте все же послушаем Жанну Владимировну. Мне очень хочется узнать ее мнение по этому поводу. Ну, вы знаете, коллеги, по-моему, мы сейчас даже не то обсуждаем. Не сам, собственно говоря, логотип или паттерн, не слоган, который родился у разработчиков. Основной проблемой в том, что произошло, как раз является нарушение всех мыслимых и немыслимых законов территориального бренда. Я с радостью узнала, что есть совет. И, к слову сказать, меня в него включили исключительно по причине достаточно спокойных, лояльных, но тем не менее, выступлений на телевидении. Хотя я держала нейтралитет, и до сегодняшнего момента я старалась поддерживать разработчиков. Но вы понимаете, в чем дело. Самая главная ошибка, которую допустили разработчики, и сейчас нам вместе надо думать, что с этим делать, потому что, на мой взгляд, это просто позор, не была обеспечена вовлеченность, инклюзивность. Хотя был создан совет, хотя на Фейсбуке создано сообщество, и люди обсуждают. Но вот эта имитация инклюзивности, она скорее была создана для легитимности, для легитимизации вообще всего того, что будут делать наши коллеги. И вот это самая распространенная, кстати говоря, ошибка в брендинге городов и стран. На последнем совете я действительно поддержала эту концепцию. И действительно мне понравилась стройность идеи, интеллигентность подачи, то, что это описывает мыслящий город. Мне понравилось все то, что было преподнесено на совете. Но на совете не было сказано самого главного, какие исследования реально прошли. И у меня, как у профессионала, серьезный вопрос. Покажите результаты этих исследований. Особенно сейчас, в ситуации, когда разгорелся такой откровенный скандал вокруг того, что делают специалисты. У меня возникает второй вопрос. Почему на совете не было озвучено, раз коллеги наши знали, что Синк Лондон это уже отработанный материал, почему нам, собственно говоря, равным коллегам не было это озвучено? И мы фактически стали в некотором смысле наблюдателями, которые легитимизировали, и вот здесь и сейчас одобрили эту концепцию. Причем мнения на совете разделились. Для меня непонятен следующий вопрос. Каким образом кому пришло в голову недоделанный продукт, совершенно сырой, показывать обществу? Что мы были настолько уверены в том, что мы, собственно говоря, создали такой шедевр, который действительно можно показать им гордиться. И все, что произошло потом, то, что происходит сейчас на Фейсбуке, позиция наших лондонских коллег, она меня пугает, и я никогда с ней не соглашусь. Потому что бренд города создается самими жителями этого города. Исключать их из этого процесса никому не дано и не позволено. И даже если заказчик выработал не совсем адекватную стратегию, сказал, что нам нужен бренд для, собственно, внешней презентации, для иностранных туристов, то никогда мы не создадим живой бренд, если мы не будем вовлекать, а тем более исключать то, что сейчас происходит в сообществе профессиональном. Просто профессионалы белорусского маркетинга и брендинга исключаются из обсуждения. Граждане осуждаются, собственно говоря, за их позицию. И на Фейсбуке авторами, собственно говоря, этой концепции в конце концов уже сказана фраза, что мы сами знаем, что делать. Я не уверена, уважаемые коллеги, это моя позиция. И если на совете я высказала поддержку, высказалась в вашу сторону, то сейчас я занимаю абсолютно противоположную позицию, и я буду эту позицию озвучивать публично. Я хотела бы спросить у представителей Мингородсполкома, почему этот проект был отдан разработчикам именно этой компании Инстит? Почему? Почему не вовлекаются наши специалисты? Пожалуйста, был объявлен открытый конкурс в июле тендерным центром Мингородсполкома, в котором могли принимать участие все заинтересованные. И если они соответствовали технико-экономическому заданию, которое было подготовлено под конкурс, любой желающий мог принять участие в конкурсе. Я могу прокомментировать тендер? Уважаемые коллеги, на самом деле тендерная комиссия заявляла о том, что в конкурсе участвовали 10 компаний. Это не совсем правда, если сказать, что совсем неправда. На счет 10 компаний можно возразить. 10 заявок было подано на участие в конкурсе, но когда узнавали компании, что участие в конкурсе стоит миллион рублей, до итога две компании подали документы. Уважаемые коллеги, вторая компания, которая участвовала в тендере «Полосатио». Мы очень долго думали участвовать ли нам в этом тендере, но не потому, что он стоит миллион. Я думаю, что все наши коллеги, профессиональное сообщество, которые могли бы податься в этот тендер, тоже задавали себе этот вопрос. Первое. Тендерные документы и требования были составлены таким образом, что под них, под эти требования, мог подходить только не, собственно говоря, Белорусский государственный экономический университет, потому что к разработчикам предъявлялись требования научных разработок в этой теме. Я хочу услышать, какие у инститета есть разработки. К участникам тендера предъявлялись требования огромного количества семинаров и учебных программ. Тоже хочу услышать, у Сатио все это было. К разработчикам предъявлялись требования публикаций научных в этом направлении. И к разработчикам предъявлялись требования... Публикации есть, я согласна. К разработчикам предъявлялись требования реального наличия в портфолио даже не брендов территорий, а брендов конкретно городов. И когда Мингоросполком, собственно говоря, выслал нам претензию, что в нашем портфолио нет брендов городов, хотя есть бренды территории, хотя есть международный фестиваль open территориального маркетинга, на котором победил бренд Рига, мы сошли с дистанции самопроизвольно. Мы не стали доказывать Мингоросполком, что у нас есть территориальные бренды, что у нас есть научные разработки. Мы понимали, что все изначально велось под победу конкретной компании, по-другому я это не назову. И сейчас речь идет не о том, что мы не были обижены, я скажу вам честно, вот сейчас, особенно сейчас, я понимаю, боже, какое счастье, что мы не вляпались в этот процесс, потому что мне, ребят, конкретно жалко. И я, когда прозвучал звонок с их стороны, я сказала, ребят, я вас буду поддерживать. Но я поддерживала ровно до того момента, когда они почувствовали, что и нас обманули, потому что есть сын к Лондону. А я вот прошляпала, я просто не заметила этого процесса, ну, ушла от всех. Поэтому, ну, это моя позиция, и, к сожалению, она уже не является. Только хотел бы, вот, может быть, давайте как-то мы будем концентрироваться на вопросах последовательных. Почему? Потому что есть вопрос организации тендера, я так понимаю, это одна ситуация. Есть вопрос стратегии, это вторая ситуация. Есть третий момент, который, собственно говоря, вызвал большой взрыв, там эмоции, это вот этот паттерн, кто его как угодно, слоган, да, там, совпадение, да. Это третья ситуация. Почему? Потому что там, что касательно тендера, это знают участники там, и это, конечно, наверное, тоже очень важные вещи. Что касательно стратегии, допустим, все касаться, и то, что обсуждалось, я так понимаю, Жанна здесь тоже не будет возражать, стратегия сделана на очень высоком уровне, и там можно говорить о том, насколько выбор направления там является оптимальным, неоптимальным, но в стратегиях не бывает однозначности. Там всегда есть... Я не подтвержу, что стратегия на высоком уровне будет сейчас. Ну, вот видишь, хорошо, ты не подчеркаешь, да. Но могу говорить там от своего имени и от имени тех людей, которые, в общем-то, находятся в маркетинге, с которыми приходилось общаться, они, в общем-то, все по-хорошему там впечатлены тем уровнем, как это все сделано и процессы. Вот объясни, ты видел исследование? Подожди. Я хочу, как исследователь, увидеть, насколько они репрезентативны. Давайте мы послушаем, Александр Ильич, скажите, пожалуйста, вот исследования были, какие, где проводились? Выборка, валидность, репрезентативность исследования. Давайте так послушаем. Вот это интересно. Давайте господин Петулушка закончит, мы не будем перебивать его, а потом я расскажу вам. Спасибо, да. То есть, собственно говоря, хотел бы закончить в плане того, что, окей, там нет однозначности по поводу стратегии, но есть целая группа профессионалов, которые, в общем-то, считают, что стратегия сделана на хорошем уровне, качественном уровне, и самое главное, весь процесс, который был построен, он сделал тоже очень все грамотно. То есть, действительно, можем говорить, там вовлекали, там сделали, чтобы изобразить вовлечение, можно говорить, что это было всего лишь для пиар, какие-то действия, но так или иначе, разные люди участвовали в общественном совете, так или иначе, были, я знаю, там выходы на, в общем-то, победителей тендера со своими предложениями, это все было. Соответственно, было вот такое широкое вовлечение, которое, честно говоря, мне трудно вспомнить еще вот в нашей истории, там, маркетинга и рекламы. Понятно, что коммерческая реклама не создается для широкого круга, но и обсуждение невозможно. На таком именно бренде общественном здесь было сделано пока более чем когда-либо для того, чтобы вовлечь огромное количество территорий. Третий момент, вот что касательно визуализации, да, здесь как бы возникли вопросы, что это было. Хотя здесь тоже, опять же, я, допустим, увидев на конференции имидж Беларуси, собственно говоря, наверное, как и Жанна, и ты там, не испытал какого-то там трагического шока от того, что я увидел. Почему? Объясню. Потому что очень просто, скажем так, основываясь на собственных каких-то субъективных там впечатлениях, на собственном понимании эстетики, либо понимании того, как это должно быть визуализироваться, приносить какие-то там, собственно говоря, решения, либо приговоры тому, что сделано. Но опыт показал, что это самое грубое, что может быть сделано человеком, который занимается, так или иначе, маркетингом и рекламой. Проще и важнее это понять, как относится аудитория, на которой это создано. И вот здесь вопрос, я понимаю, что сами по себе создатели не ожидали, может, такой борной реакции, но она тоже показательная, это результат. Мы сегодня увидели этот результат, даже при том, что интернет иногда, наверное, электрализует какие-то отрицательные посылы больше, чем позитивные. Но, тем не менее, там есть много тоже интересных таких суждений, которые, наверное, получены и сейчас можно с ними дальше куда-то двигаться. Потому что это не приговор в всей работе, ну, как я это воспринимаю. И это было бы самое, наверное, странное, если бы на основании вот непринятия там визуальных образов или паттернов, там, как угодно, все закрыть и сказать, что все не удалось. Да нет, давайте вернемся к базе. То есть переделать его можно, да? Да, поэтому здесь... Про визуализацию я... Давайте мы, может быть, чуть-чуть попозже поговорим, да? Александр, все-таки хочу вернуться к исследованию. Да. Было проведено исследование, которое включало много видов. И было, как мы говорим, сравнительное блиц-исследование городской среды европейских городов, когда мы действительно проехали и проводили блиц-опросы, и проводили визуальные аудиты и смотрели, где есть город, а где есть вот этот вот выраженный дух места, где есть сильная городская среда, и действительно проехали по десяти странам Европы. То есть вот был, например, такой вид исследования. Были, ну, естественно, кабинетные исследования, которые включают и историю, там, стратегию развития, там, совершенно разную информацию, там, западные медиа, те же самые онлайн, онлайн-СМИ и даже благосферу и комментарии. Это мы все изучали, чтобы понять, как бы, настроение людей, как разные, там видно, на самом деле, как разные, разные категории людей там высказываются, на что больше обращать внимание, на что меньше обращать внимание. Потом были проведены несколько видов интервью, значит, были проведены действительно такие вот обширные глубинные интервью, там, в среднем, знаете, по девяносто минут такие вот разговоры. И были проведены такие вот небольшие интервью, когда люди даже, в общем, не знали, что это как бы формальное интервью. Потому что нам нужно было что понять, как, во-первых, какие действительно есть реальные группы влияния в городе, как они мыслят, какой у них вот мысли, как они, в какой культуре они находятся, есть ли у города, есть ли у города своя вот эта вот действительно работающая неформальная культура, своя традиция, есть ли вообще вот эта вот городскость, как бы город ли это по сути, да, а не просто по названию. Вот, потом мы, например, через, есть источник такой там, Миди, Ситидок, через него там организовывали какие-то, скажем так, опросы, да, потом Facebook нам очень помогает, причем даже не когда мы спрашиваем, а как вот, как вы думаете это, как вы думаете то, а когда люди комментируют, даже на какие слова они реагируют, на какие моменты они реагируют, это очень хорошо видно. И когда смотришь на профайл людей, ты понимаешь, какие люди, каких людей, в общем, что заботят. И там и было, и плюс организовали дебаты на ОНТ, да, есть ли у Минска свое лицо, нет ли у Минска своего лица, плюс там был вид исследования, например, когда дети в студии в острово такой замечательный, там дети там, знаете, там от 6 до 15 лет, вот они рисовали, так можно сказать, спокойно отпустить, там рисуете Минск мечты, Минск-2112, и их расспрашивали, как у них, почему они вот именно так рисуют, как у них там идет вот мысль, да, почему они такие формы используют, цвета. И так вот, и основное свелось, плюс вот тот же самый CityDoc нам очень помог, например, тем, что они проводили опросы, чего вам не хватает в Минске, например, да, мы смотрели, потом, за что вы любите Минск, да, потом комментарии, вот то, что мы делали, мы все выносили на обсуждение, то есть презентовали мидия с тем, чтобы получить, с тем, чтобы именно получить фидбэк, смотреть, какая реакция, да, то есть что даже люди обсуждают, а что пропускают мимо ушей, да, и там, например, такие вещи, когда говорят, вот, ты говоришь про Минска, они тут же отвечают, мы белорусы, и тут и… В связи с этим у меня вопрос, да, Жанна Владимировна? Ну вот вы понимаете, хочу вернуться к этой стратегии, действительно я согласна с Петром, и она мне нравится, все, но я ищу аргументы, и вот то, о чем сейчас сказал Александр, к сожалению, это не аргументы, это просто интуитивные ощущения, которые возникли на основе бесед с жителями, как дисциплинированный исследователь могу точно сказать, что аудит стратегии должен быть подкреплен четкими аргументами, вы сейчас в ближайшее время должны срочно создать отчет по результатам ваших исследований, чтобы все грамотные, профессиональные люди, а их в Беларуси очень много, в Беларуси очень сильная социологическая школа и школа маркетинговых исследований, чтобы они увидели. Мы провели столько-то методик. Вот у нас была такая-то выборка, и она действительно была независимая, а не то, что мы ходили и опрашивали, кого хотели, кого встретили по пути. Что у нас получились оцифрованные такие-то результаты и факты. Сколько вешать в рамках? Я понял позицию. Я можно прерву. На самом деле есть совершенно разные, насколько вы, как профессионал, и здесь многие профессионалы собрались, здесь есть разные виды проведения исследований. Конечно. И у нас было исследование сугубо качественное. То есть мы не мерили среднюю температуру по больнице, и не ходили у нас девочки-студентки, замерзшие с опросниками, идти к легалочке, и растерянные граждане не отвечали, там, а, Минск, там, с чем 5 ассоциаций с Минском, или 3 ваших там любимых мест в Минске. Такого не было. У нас было качественное исследование, которое проводится до, опять же, до качественного насыщения, когда нам становится понятно, совершенно четко, как мы себе отвечаем на вопросы, которые поставлены перед исследованием. Что мы исследовали? Наличие минскости, наличие городской традиции, есть она или нет, какая в Минске городская среда, то есть она сформирована или нет, и, скажем, гармонична она или нет. И главное, главное качество, главное качество города, главное качество жителей. Вот. Ну, Александр, я прерву вас, потому что… И составляющие, и составляющие, как бы идентичности людей, которые здесь живут. И, собственно, мы получили… Это то, что нужно было нам для работы на программе. Я работал на, ну, как бы, нескольких программах. Сейчас мы, вот, например, работаем по, там, Приморскому краю в России. И, действительно, исследование, вот эта вот методика, она везде разная. И если, например, в Приморском крае было достаточно провести 12 интервью, потому что, ну, специфика такая, это не значит, что их достаточно в Минске. То, что я как с самого начала говорил на проекте, Минск – это не Париж, тут с самого начала и даже не Лондон. С самого начала было понятно, что в Париже и в Лондоне вы просто берёте и выражаете, что есть. Подождите, дайте мне закончить, пожалуйста. А в Минске нужно, вообще-то, сначала было найти, что нет того, что выражать, и потом понять, как это культивировать, то, что вот, вот это вот, как культивировать эту Минскость, которая просто вот она, как бы… Ну, вы не уводите. Друзья, вы все пришли к выводу, что это эффективно, это мы на уциональный город. Я задам свой вопрос. Серьёзно? Серьёзно? Это… Качественные исследования. Я расскажу. Коллеги, нас сейчас увели от вопроса, потому что профессионал с профессионалом разговаривает. Я понимаю, что, наверное, слушателям Тутбая это жутко неинтересно. Но качественные исследования… Так давайте тогда не увлекать, мы с вами поговорим на профессиональном, значит, уровне в узком, узком кругу. Качественные исследования имеют тоже свою методику обработки. Где контенты, которые вы обнаружили в процессе этих глубинных интервью? Какова была выборка? Сколько вы опросили? Сколько вы провели? Каких типов интервью? Где эти все характеристики? Вот вы знаете, вы правильно сказали, что слушателей Тутбая это действительно не интересует. И никто не спрашивал в интернете про методику исследования, спрашивали про другие вещи. Что мы в общественном совете обсуждали, кстати? Ну вот результаты исследований в том числе обсуждали. На первом, просто Жанна Владимировна там не было. По идее, вы там и должны были обсуждать. Ну эти результаты можно где-то посмотреть, если кого-то заинтересует. Где это можно? Это открытые исследования? Можно узнать. Во-первых, два момента. Результаты исследования были сданы заказчику, во-первых. Во-вторых, исследование не носит самоценностный характер. И исследование делается для целей программы. То есть это не должно быть секретом для тех, кто собственно занимается брендингом, а не социологическими исследованиями, которые потом упаковываются и там продаются или еще что-то, или лежат отдельно. То есть здесь исследование то же самое делается кругами. Здесь, да, делается отчет. Потом выясняются новые факторы. Делается еще исследование. Потом делается верификация. Здесь нет исследования ради исследования. Что вот мы сделали и решили. Да, Минск такой. Следование ради вовлеченности делает. Александр Ильич, я прошу прощения. У нас мало времени, поэтому гости у нас откровенно заскучали. Вот Олесь. Да, Олесь. Скажите, пожалуйста, вы уже не первые, ну уже достаточно давно работаете над, я так понимаю, брендом Беларуси, да? Вывели цмоков. Какие исследования вы проводили? Как у вас строилась программа? Хотелось обольную с початку выказаться, как было больше. Это очень важно. Глядачам тут бая, скажем такими терминами, которые больше близкие. Тут сказали, что интернет. И он такая. Моцная речь работает больше. Моцными негативными эмоциями. Али позитивные так само. И когда мы скажем про знаки любого продукта, когда медийный продукт классный, он становится аватарками, он становится бэкграундом. Когда он не вельми, он становится футажабами. Это то, что сразумело каждому юзеру байнета. Это вельми просто. Не треба больше от знаки. Все то, что было сказано профессионалам абсолютно верно. Но для простого человека интуитивно все вельми просто становится. То, что вы испытали про знаки, это была спроба. Нашей метой была актуализация как раз этого дискурса. Потому что это была спроба сделать приклад махчимы туристичного бренда конкретно. Тут то, что мы пока не слышали, чтобы началась эта программа, был заявлен бренд. И когда я телефоновал в женце Александры, первый раз мы разговаривали про бренд, и они вычитывали это интервью. Сегодня наконец-то случилось, что бренд не робится. Я бы хотел там завернуться, первое всего, до замовцы. С великой благодарностью, что вы этим пошли займаться. И вельми приемно бачить, что городские выконки бачить эту проблему. Как бы вы выказались... Ну, мне странно, что не за вас пришлось. Потому что есть программа, есть замовцы, есть методы, какие вы ставите. Мне бы хотелось почувствовать... Все-таки бренд, это не бренд мы шукаем. Все благодаря за то, что это пошло делать. Я думаю, как это выводится. Хорошо, что вы собираетесь оплатить. Ну, вы инициаторы, и тут респект. Мне странно, что мы не пошли из вас. А про смогу, разумеется, это той символ... Это была спроба. Нам было интересно, что каждый город понимал, что это нужно делать. Нужно шукать. Мы делали больше интуитивно, натурально. Мы брали некий символ реальный. Легендарный реальный. То, что властило. Если бы он был надуманным, либо это был фейк, его бы никто не принял. Немогшима человека... Не что, знаете, довести, чего им нет. Если Кульпер назвал так команду, он сам из Витебской области. Это близкий для его символ. Я думаю, да, ментально. И это вскрыло интересное вопрос в принципе до брендинга во всей стране. Но эта баскетбольная команда переназвалась. Вот Смоки Менск. Я проанализовал в большейшей лиге спорта. У нас три команды, я знаю, которые так называются. Все названы только по городу. Типа РАЦЕ. Типа тем предприемстве, которое есть спонсором БАТЕ. Смоки, Довгава и третий, которые я не узгадаю. Все. Мы – это просто некая технология, некая плата. И когда сказать критично, кроме того, что вы начали это делать, то той символ, не символ, экипатор, который был вчера предъявлен, я не вижу ничего от Менска, кроме с операционников ЭПАМа, каким это близко. Мы не Силиконовая долина. Менск – это город, это история, это Троицкое прадместо, это советский ампир, это разные вещи. И много сравнения. Окей, Синк и Лондон, если у них это память, если у них это маленько показать, там не только этот колер, там очень много характерных будинков для Лондона. Вы можете сказать, окей, это Лондон, это Тауэр оф Лондон, это кола. У нас есть этот рисунок, я думаю, что мы его можем показать. Ясно, что нема Минскости. Он отказывает, что на пытание, ухудшало, изразумело для меня, это Минск городом, так, Минск есть городом, белорусским, самым великим городом. И он вельми розный, когда на этом символе, ну, у меня неяк его частку скажут, что это частка платы, ну, я не совсем с этим сгоден, количество людей поравновались с Винтиком, так как Винтик им больше некой тоестности, чем частка платы, разумеется. расскажите, почему так просто? Да, почему так просто? Значит, еще раз, плата, это пример, причем мотив, да, материнской платы, это пример применения вот этого вот, вот этого стиля, да, то есть про Лондон, про Лондон, можно его выбирать, мы потом, мы потом расскажем, я, или можно оставить Лондон, там добро-бачно, да, вот, характерные, или можно оставить Лондон, да, вот, сколько, сколько людей в мире знают, что это Биг Бен, сколько людей, что знает, ну вот, все знают, да, сколько людей знает Лондона, ну вот, все знают, да, вот, если, если, если говорить, о, о техническом функционале, вот этого вот, логотипа, да, то, здесь, он выигрывает, потому что это Лондон, потому что, эти вот, маленькие детали, все знают, они узнаются, действительно, они записаны на подкорке, там, у всего мира. если, для Минска мы сделаем такое, и перечислим, что Минск, и поставим, сделаем такой же аутлайн, что это костелы, и прочие, и, значит, ворота, и библиотека, и все, это, что-то, что-то скажет Минчанам, да, и то они, не у всех, однородное к этому отношение, как, к любым из представленных, значит, там, моментов. А, я сейчас расскажу. А вот, для иностранцев, например, это не скажет ничего, потому что, просто они, про них этого не знают. надо записать на подкорке иностранцев, Егор, вы хотите сказать? Подождите, я закончу, я закончу с платы, да, мы здесь говорим не про плату, а мы говорим про простое, простое, лаконичное решение, про цвет, про форму, и про то, что мы пишем Минск. И нам нужно преподнести, не весь Минск. Мы понимаем, что Минск, он большой, красивый, чудесный, там у него есть история, культура и все, но мы это не, скажем, не то, что не продадим, да, оно, оно есть там, но нам нужно понять, какая точка роста, на чем, вообще-то, Минску развиваться, и если мы говорим об иностранцах, о внешних аудиториях, то нужно донести очень простое качество, которое есть в Минске, одно, не два, не пять, не десять, потому что конкуренция совершенно бешеная, одно. И вот обнаружили, что это ум, потому что Минск умный город, а не город с руками, не город, я извиняюсь, там с сердцем, с душой, в первую очередь, да, а это в первую очередь умный город. И люди все там, иногда даже через чур умные, да, когда там читаешь что-то, ну вот. И детей мы, когда спрашивали, у них все идет, все идет от головы, от ума. Это совершенно отличное качество. И это нужно просто развивать, развивать, и продавать, и самим знать, в какую сторону развиваться, да. И поэтому это качество было выражено, вот именно в этом цвете, именно в этих формах, и вот выражается в шрифтах, и в прочей символике. Как это дальше будет? И оно должно, вот на этом качестве, как точка роста, она закладывается, и на этом город вообще-то должен развиваться, и тогда он, тогда он действительно разовьется. И на это качество надо привлекать. Не на то, что привлекать. У нас такая история, которая, ну, слушайте, вот есть там Вильнюс, есть там Прага, есть Варшава, есть Лондон. Ну вот мне скажите, что вот приезжай в Минск историю посмотреть. Ну, ха-ха. А вы уверены, что можно кому-то продать, что Минск умный город? Конечно. Сейчас вот вы читаете, вы почитаете то, что пишут о Беларуси и о Минске где-то, да? Везде точнее. И вы хотите сказать, что там везде мысль вообще проследуется, прослеживается, боже, какие белорусы умные люди, и какой умный Минск. Мы скорее наоборот крайне странные персонажи. который говорил, что Минск это два слова, умные люди. А еще читал, читал интервью, читал интервью, которые, ну что вы, что вы еще хотите продавать? Продавать, вот, единственное, что можно продать, еще раз говорю, единственное, что не надуманное, не из головы, а которое есть. Это то, что идет, идет просто вот, идет... Вот вчера, да? Любой официнобилист, который выехал на улицу, может сказать, Шуминск нифига не эффективный город, о чем вы пишите очень много, и постоянно на том же фейсбуке. Я вот стратегию не видел, не знаю этот деталей, да? Это, естественно, это надо прорабатывать. Конечно. Всем надо над этим работать. Просто здесь, просто здесь выбор, в каком направлении двигаться. И я сейчас два слова скажу, что нужно, вообще цель, чтобы Минск, Минск воспринимался очень Минска, и презентовать очень просто. А рассказать только одну вещь, чтобы запомнили, что это Минск, и что это умный город. Все. И тогда, и тогда сюда придут деньги. Если показать, мы такие красивые, вот мы тут сами по себе, это не привлекает деньги. Нам здесь нужны деньги, нам здесь нужен талант, нам нужны люди талантливые, которые там, будь из России, будь из Польши, будь еще откуда-то из Прибалтики, которые этот город подымут, которые здесь, которые действительно будут здесь применять свой талант, развивать свои бизнесы, как этот вайбер приехал. И вот они уже, он, правда, не в Минск приехал, но вот он уже конкурент скайпа, и вот уже думает о его покупке за миллиарды, потому что нигде бы они не сделали, кроме Беларуси. Вот таких вот людей с идеями нужно сюда привлекать. И вот на этом этот город разовьется. Какая история? Вот вы читаете последний этот туризм Бивай, писал там иностранец, итальянец, рассказывал, иду я, и понимаю, что не для туристов Минск, а Минск он для тех, кому интересно то, что в нем происходит. Сам Минск он не стал еще тем, он не стал Лондоном, он не стал самоценной личностью. Сказать, приезжайте в Минск, да нахрена мне в Минск ехать, мне в Лондоне хорошо, или в Москве хорошо. На Минск никто не поедет, поедет на то, что в Минске. Минск должен стать площадкой для вот этой вот интеллектуальной активности. Минск должен привлекать не Минском, а тем, что в нем происходит. Создавайте ивенты, создавайте, значит, фестивали, создавайте выставки, развивайте искусство, развивайте образование. Вот на это сюда поедут, на сам Минск не поедут. И создавайте среду для инвесторов, на это поедут. И поэтому единственный, единственный выход, это и не единственный, просто такой вот, когда рандомный из головы, а представить вот это качество, вот это качество, интеллект, вот это качество живой ум, сказать Минск умный город. Хорошо. Скажите другое, что Минск красивый город, и что? Одна поправка, давайте будем создавать, а не создавайте, в этом вот проблема всего этого проекта, эксклюзивность. Егор, эксклюзивный, я прошу прощения, я хочу из Егора. Это все звучит вообще прекрасно, да, но самое главное, чтобы умные минчане вообще Минск не покидали. Мне кажется, это основная проблема города сейчас. Так вот скажите, что Минск умный, формируйте культуры на основе. Лучше относитесь к умным людям, да, с вниманием, да, и пониманием их. Я понимаю, вот для этого мы делаем программу развития бренда. А вы пока плату вешаете куда-то там в Фейсбук. Мы плату не вешаем. Одна фраза, а потом в Город, да. Нам очень приемно чувствовать, конечно, Александр, что мы не дураки, вот так разумный город, але мало быть, треба быть собой. В чём была такая от вас там в соцсетках заявка, что это для замешников, я не полиновался, а пытал разных поляков, словаков, англичанам, американцев, показал им это. Ну, окей, это не бренд, патрон. Я спытал, вам это скажет про Минск? Мне все сказали одно, там нема ничего от Минска, там нема тоестности. Мне сказали про это и Словакия, и Поляки, у каждого есть познавальное нечто. Те такое массивное, как у Лондона розное, те один некий символ. Это не мы. Если вы нам пропонуете перестать быть самим и только на внешнем процессе, если мы для себя повинны выводить, кто мы есть и как, и про это, я думаю, что его расскажет, как дизайнер, как же эту тоестность, такую шматлику Минскую воссобить. Ну, если до этого нема у белорусского паттерна, нема белорусского слогана, как им может быть. Я вам сейчас скажу. Что первенство для нас, Беларусь, Тилон, что мы обсуждаем. Подождите, и в чем еще был вопрос? В том, что выяснилось, что Минск это не город со своим. Знаете, как Лондон, это не столица Британии. Это город, который исполняет столичные функции. А здесь Минск это кусочек... Для этого вы делали исследование? Что? И вы исследование для этого делали, чтобы это выяснить. Для чего? Что Минск не Лондон. Нет, не перебивайте, пожалуйста. Мы же как бы тут люди... Ну вот. Минск это часть Беларуси. А Минск на самом деле это, во-первых, не часть Беларуси. Во-вторых, Минск это город, в котором люди сложнее, с более сложной психикой, с более сложным... Там с другим сознанием. И Минск должен получить этот характер, которого у него нет. И Беларусь, если Беларусь аграрные, агроусадьбы и все вот эти истории и цмоки, то Минск это совершенно другая история. Ему на этом... Он на этом не разовьется. Ему надо на этом развиваться. У него здесь самые... Самые прогрессивные... Самые прогрессивные отрасли. Это программирование, там, офшор, программирование, проектирование... Вот это вот... Машин... Не машиностроение. Приборостроение. Конструкторство. То, за что платят большие деньги. То, на чем не демпингуют. И вот на этом надо развиваться. Вот это вот характер Минска. И здесь речь идет не о том, чтобы сказать тем, кто знает Минск, что Минск умный. Они, может быть, сами догадались. А к тем, кто Минск не знает, кому Минск вообще ничего не говорит. Это одна сторона. А вторая сторона действительно показать Минску, в том числе, чтобы чиновники как бы поняли, руководство Минска, на чем можно развиваться. Что не стоит, наверное, там воссоздавать какую-то историю. Потому что нам вот там люди говорили, что Минск сам себя уничтожает время от времени. Либо его уничтожают. Какой смысл что-то искусственно создавать, если это не напитанная история. Ну, выстраивать исторические вещи. Просто у Минска другой характер. И нужно развиваться в этом направлении. Нужно приоритет делать на образование, приоритет делать на вот эти проекты, приоритет делать на любые виды интеллектуальной деятельности. Не нужно заявлять, что мы там, вот у нас гастрономия, приезжайте, попробуйте наши там чудо-драники или еще что-то. И Минск, еще раз, вот у Минска должно появиться собственное лицо. Вот я привел Лондон. То, что Лондон это свой город, он больше, чем Британия. А Минск это всего лишь часть Беларуси, пока что. Егор, скажите, пожалуйста, у Минска собственное лицо есть? Получается, что Британия Минска для чиновников, я правильно понимаю? Не для туристов, не для туристов. Александр, я прошу прощения, я хочу услышать Егора. Пожалуйста, давайте мы дадим слово. Мы уже сейчас разговариваем, Егор не выступал еще. Я хотел бы сказать несколько слов в связи с гэтым конкурсом. Такое уражение, что с оправды мы начинаем будавать дом, начинаю чудах будавать. Кали, с оправды, ось Минск не Лондон. Кали тут гэтага ничога нема, что есть у Лондоне. И гэта видовочна, что гэтага нема. Можа пачынаць развитцел городу и патрымку неких лакальных брэндов, к шталту Галереи У, який з'является у данных брэндов. И не только Галереи У, а шерегу інших таких инициатив, по створению галереи, по створению громадской инфраструктуры. И у вынеку гэта дасть свой брэнд туристычный. Потому что деля брэнду туристы не будут сюда приезжать. Турысты будут приезжать, когда будет створен гэтый туристичный контент, когда для них будет створена аттракция и инфраструктура. А мы пачынаем усё с брэнду, думая, что гэта вогулі вырышла все проблемы. И с имиджем, и с туризмом. Так брэнд – это основа этой идеологии, которая закладывается. Так вы кажете, что в Минску ничога нема. На чём вы тогда свою базуете идеологию? Так мы основываем на самом главном. Мы основываем не на то, что на поверхности, а мы основываем на то, что заложено в Минчанах на главном качестве города. Мы просто смотрим, что действительно, что там самое главное. Кто скажет, что Минск больше там с сердцем, чем с умом? Или больше с душой, чем с умом? Александр, вы думаете, что люди из-за рубежа приедут в Минск посмотреть на умных людей? Не только посмотреть, а ещё им денег заплатить, во-первых. Во-вторых, умные люди, когда им дадут возможность, да, и сделают площадки, сделают приличный центр современного искусства, сделают там площадки куокинга, дадут самовыражаться. И разрекламируют, что это действительно площадка, действительно хороший environment для воплощения своих проектов, идей, что здесь образованные люди, что здесь просто созданы все условия. Здесь не только Минчане будут создавать вот этот вот совершенно правильный контент, о котором мы говорили, да? То есть вот эти вот проекты, которые идут в нужном направлении, вот вещи типа, ну вот, типа там галереи у прочих там, прочих проектов, то же самое современное искусство, там тоже та же самая школа дизайна появится, когда поймут, что, в общем-то, надо как бы присуще Минчанам дизайном заниматься. И привлекут еще талантливых людей сюда, и которые здесь будут тоже вот это вот все свое привносить и обогащать вот эту вот городскую среду. И вот тогда вот эта вот Минскость качества городской среды, оно проявится, и тогда город станет, чем он должен быть, и город получит свой характер. А с брендом это не рассматривать как крышу, потому что это, в общем, дело не в крыше, дело не в графике, а дело именно в основании, дело почему, куда мы идем, и почему мы идем. Это дело в осмыслении, куда вообще город движется. Не то, что там сидеть, откуда мы пришли, тысячу нам лет или 60 лет, или там мы из магдебургского права, или еще откуда-то, может, на советской, да вообще, может, города нет. А к какой мы культурной традиции относимся? К западной, к восточной, или к самобытной, белорусской. Дело нет, это значит, что непонятно, куда идти, значит, что людям непонятно идти, значит, что сегодня я строю ратушу, завтра я строю стадион, послезавтра я строю центр искусства, и все это распыляется. Вы решили, что придете как вождь и покажете нам, куда идти? Я не покажу, не перебивайте. Вот представители Мингородсполкома не говорили ничего, а вам зачем? Егор сказал еще по-белорусски, я часть не очень понимаю, поэтому здесь это тоже, я предлагаю, я уважаю белорусский язык, но это вот как в галерее У, когда я заказываю, я говорю, я не понимаю по-белорусски, вы мне... А мне отвечают по-белорусски, хотя говорят по-русски, я говорю, я не понимаю, ну, пожалуйста, там, и мне все равно отвечают по-белорусски, ну, что после этого у меня останется? Прекрасно. Лучше я не слышал. И можно, и можно, и можно, и можно здесь хотя бы со мной, чтобы я понимал, о чем, как бы речь, можно говорить по-белорусски. Вы можете, короче, остаться ангельской мурой, вы его, поспробуйте, вам откажется на ангельской. Окей, дело... Елена и Светлана, скажите, пожалуйста, да, вот тот вопрос, который Александр озвучил, Ну, на самом деле, интересно, потому что я уже не понимаю, зачем это все. Мы, являясь заказчиком информационно-туристский центр Минск, в первую очередь ставили перед собой задачу для того, чтобы Минск продвигать на зарубежные рынки, на туристов основанно. Так как наша задача привлечения туристов в город Минск, мы хотели создать бренд, чтобы в результате работ был создан там стиль городской какой-то, который будет на... Ну, будет больше основан на аудиторию ЗМИ. И вы считаете, что это туристам будет интересно? Знаете, мы пока ничего не считаем. Сдача работ через месяц, руководство Мингородсполкома будет однозначно участвовать в обсуждении, поэтому сейчас мы обсуждаем, в принципе, ничто. Это промежуточный этап, промежуточный момент, работы никто не принимал, понимаете. Мы сейчас обсуждаем просто вот идею. Обсуждаем идею. А будет она, не будет жить ей или не жить, это будет, естественно, с вовлечением большого количества. Вот как сейчас общественное мнение изучено. Я считаю, что, конечно, изучено супер. Мнение специалистов будет учитываться. Если это не будет принято никем, это не будет принято. Потому что нам с этим жить в первую очередь. Ну вот вам, как заказчику, это не нравится? Вам кажется, это правильное направление развития или нет? Нет, так а бренд-то будет? Нет, я не знаю. А мое мнение как заказчика на данном этапе кому-то интересно? Мне интересно. Вы хотите, чтобы разыгрался очередной скандал в сетях интернет? Когда будет итогов продукт, мы его обсудим. Обсудим. И я потом мнение свое, и в том числе мнение руководства города, донесу до общественности. Уважаемые коллеги, я, наверное, хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня здесь прозвучали совершенно разные мнения. В каких-то моментах они были даже полярными. Наверное, это хорошо, наверное, это правильно. Я хочу сказать, что на сегодняшний день, действительно, это неоднократно уже сегодня звучало из уст исполнителей и уважаемых коллег, которые принимают участие в данном обсуждении, идет какой-то промежуточный этап работы. То есть работа не закончена. Она имеет право обсуждаться, мнения имеют право высказываться разные, возможно, даже где-то полярные. Наверное, вот в этом обсуждении мнений действительно и родится истина. Бренд города Минска как таковой, как идея задумывался для того, чтобы действительно город сделать узнаваемым, чтобы город сделать уютным и комфортным прежде всего для жителей города и для привлечения иностранных туристов. Потому что мы все прекрасно знаем, что сфера услуг это одна из туризм наиболее доходных в наше время. Поэтому, конечно, город заинтересован, чтобы приезжали инвесторы, приезжали туристы, чтобы город им нравился. Совершенно справедливо, когда должна развиваться инфраструктура города, она должна быть комфортной для туристов. Совершенно справедливо, когда должны развиваться событийные мероприятия, крупные спортивные мероприятия, фестивали. Все это справедливо. И я хочу согласиться тоже с Жанной Владимировной для того, чтобы в это обсуждение нужно включать максимальное количество людей, в том числе горожан и жителей Беларуси. В связи с этим сегодня я хочу обратиться ко всем пользователям интернет-ресурса. Мы размещаем опросник на сайте Мингоросполкома, где каждый желающий житель и вообще пользователь интернет-ресурса может высказать свое мнение и свое отношение пока к процессу выработки этого решения. На сегодняшний день, я еще раз повторюсь, идет просто процесс обсуждения, проделан какой-то определенный этап работы. Он не является окончательным, и по результатам действительно будут сделаны какие-то выводы и приняты какие-то решения. Можно маленькую ремарочку с точки зрения восприятия всей атмосферы вокруг этого вопроса и вот этих споров, которые у нас в студии, видно, что настолько они иногда зашкаливают, да, и настолько там много важных вопросов на самом деле, глубоких вопросов, которые могут затянуть разговор там до ночи и до следующего утра, да, если силы хватит. Но вопрос ведь в том, что, и очень важный вопрос, что сейчас вот мы все-таки, и я рад этому, допустим, и сколько там общаюсь, многие рады, мы обсуждаем не просто умозрительно, а как бы нам создать свой бренд там города или страны, «А вот я бы так думал, я вот так, а что нам не хватает?» И мы начинаем ходить вокруг да около, но не идем к практическим каким-то действиям. Сейчас у нас ситуация немножко другая, то есть мы обсуждаем уже конкретные действия, да, они могут быть где-то спорные, какие-то вещи могут быть, что называется, даже вообще непонятные, но мы уже имеем хороший, что называется, старт для дальнейшего движения. И здесь вот важно каждому, мне кажется, понимать, чтобы эту тему не заболтать и не действовать из разряда «Мне это не нравится» и все, и закрываем тему, да. А дальше-то что? Вот мы легко можем похоронить друг друга, что называется, вот в раз, у каждого хватит аргументов, но давайте двигаться в плане вот какого-то движения и посыла, что нужно исправлять для того, чтобы результат был позитивный. Да, я согласен, интернет действительно, то, что он реализует негатив, это не значит, что это все негативно. Там много ценных, еще раз, много ценных вещей, которые просто надо сейчас тоже воспринять, обработать и включить в дальнейшее продвижение проекта. Я прошу прощения, у нас буквально минут 10 осталось до конца эфира, поэтому я хотела бы еще обратиться вот к этому самому слогану, хотя я тут краем уха услышала, что на самом деле это ничего и не слоган, да, «Think Minsk». Мы уже вспоминали «Think London» и есть мнение о том, что это чисто в адеплагиат. Александр? Да. Плагиат? Что плагиат? А что такое плагиат? Что такое плагиат? Все знают? Что плагиат? Это плагиат, но вот можно посмотреть в Википедии, и наша аудитория может посмотреть в Википедии. Это умышленное присвоение авторства произведения искусства и прочих интеллектуальной собственности. Значит, вот сейчас нам еще можно картинку показать, вот ту же самую. Вот если вы видите «Think London» – это вообще, что называется, «Strap Line» одного из агентств в Лондоне, которые это не Лондона, да, одного из агентств, которые занимаются привлечением инвесторов в Лондон. И те же самые идут «Think London», «Visit London», «Film London» мы видим. Вообще «Think что-то» – это устойчивая конструкция в английском языке. Можно еще там есть «Rethink» показать, там еще одна картинка с «Rethink». Это устойчивая конструкция, которая совершенно понятна. И «Think» – слово, оно очень мощное для англоязычной аудитории. И, нет, вот это, кстати, по поводу плагиата было тоже хорошо, но это попозже. А там «Rethink» есть такая. Ну вот. И, да, вот, например, тоже, да, там с Лондоном. Вот «Rethink», давайте там передумаем Лондон. Кто у кого там плагиатит. «Think» – это мощное слово, которое очень понятно. И англоязычным аудиториям не только англоязычным. И «Think что-то» – это вот «Think difference» игрался, значит, «Jobs», «Think blue» – это «Volkswagen», «Think big», «Think pad». То есть, этих «Think» – это не то, что кто у кого ворует. Это слово, которым надо пользоваться, когда оно подходит. Это вот один момент. Поэтому здесь говорить о каком-то плагиате, но смысл. Второй момент. Нам нужна… У нас главная цель, чтобы… Не чтобы у нас был уникальный слоган, да. А, во-первых, чтобы он функциональный был. И чтобы просто донести эту идею до людей. Чтобы она была четкой и недвусмысленно выражена. А, во-вторых, дело не… Вот народ взорвался по поводу уникальности форм, графики, уникальности слоганов. Нужен не субслоган был уникальный, а чтобы Минск был уникальный. И об этом нужно думать. Потому что, как Генри Форд говорил, я Генри Форд, мне не важно, какая на мне одежда какая там… Мне это абсолютно не важно. А людям, у которых нет уникальности, вот они там пытаются выделяться супер яркими носками и прочим всем. И очень важно, что как бы никто не надел то же самое, как мне вот эти вот все гипер уникальные аксессуары. Поэтому нужно вот думать здесь именно о функциональности. И вот этот вот Think Minsk, он действительно говорит то, что мы хотим донести. То есть он это передает, во-первых. Во-вторых, там та же ритмика Think Minsk. Это гораздо лучше и звучит, и выглядит, чем Think London, например. Во-вторых, Think – это транзиционная вещь, которая Минску навырос. Сначала это винительный падеж, думай о Минске, а потом это думай о Минске. Когда Минск станет синонимом, вот это вот синонимом ум. Да, Минск ум, Минск ум. Вот думай о Минске, ты понимаешь, что это вот, что это про умные решения, там умные люди, умные вот, собственно, куда мы идем. Когда он станет личностью, это, собственно, будет вот об этом. Что это один из умных не наукоград, а вот именно умный город. Я хочу, Юрий Городович. Ну, Нейк может разбавить атмосферу. Такие анекдоты от брендологов, что все, что не продымляешь, а выходит, отрымливается добрая назва для плодового вина. И, саправды, в этой ситуации нельзя придумать тое, чаго нема, чаго не иснуй. И бренд, вось, я снова по второму, з'является выникам того, что у нас будет развитая инфраструктура культурная, громадская, туристичная. И з'явится свой бренд. Выдатный, шоковный. И мы, павинны, ну, напевно, можем, ну, раз год пять собраться, эти десять. У Рыма з'явился свой бренд только недавно, совсем недавно. А як было ранее, что туда не приезжали туристы? Я да и приезжали. Гэта, ну, вядомый город. Вось, я про то и кажу. А про плагиат спросите у этого агентства. Вы журналисты напишите, вот тут придумали бренд Минск. Что вы думаете? А вы делали Синк-Ландом, да? Посмотрите, плагиат. Можно показать картинку вот с Unilever. То, что вы показывали, где в тот и нам все сводится. Они, кстати, высказывались. Да. Вот это же... Им же решать, правильно? Это же, естественно. Но дело, у них тогда Apple спросит, а у Apple еще кто-то спросит. А вообще вся вся философия 19 века, это... Apple в суд подаст, они спросят. Да. Ну, не подал же. А вся философия 19 века, это заметка на полях Аристотеля. То есть, вот. И вот здесь, видите, это насчет плагиатов. То есть, вот это вот решение перечисления, там, цветовые решения. Это то, что... Это то, что... Ну, вот как бы это обычное... Вот когда мы не думаем, когда мы не понимаем, что главное. И начинаем все перечислять. И, в общем... И, в общем-то, этим широко пользуются. И здесь вот это же агентство привело... Вот смотрите, как интересно получается. Что вот Think London, Unilever, вот получился там графический символ Tottenham. И вообще, представьте, сейчас мир глобальный. Мы пользуемся одними гаджетами, пользуемся одним... Видим один Макдоналдс. Вся информация, она идет в интернет глобальный. И поэтому считать... Вот это вот... Вся, что называется, вот там... Метальная оболочка, она все унифицирована. И поэтому считать, что рождается уникальная идея, которая не приходит кому-то в Австралии в тот же... В тот же самую секунду. Это, ну, по крайней мере, ограничено. И бежать... И копирайт умирает стремительно. И бежать что-то... Бежать что-то регистрировать. И думать, трястись, чтобы это было совершенно уникально, это не приходится. Все уже, все оттенки, все разошлись, все формы разошлись, все интерпретации. Вы любой логотип, любой графический символ берете, идете и находите в интернете еще... Я здесь, кстати, с вами соглашусь. Может быть, здесь как раз-таки уникальность меньше всего важна. Вопрос в том, чтобы это все работало где-то как-то. Функциональность. Если этот бренд рассчитан на туристов, да, есть всем, ну, грубо говоря, всем простой вопрос. Да, это, ну, вот, то, что есть сейчас, это туристов будет привлекать в Минск? По-моему, нет. А я вам отвечу, что, еще раз, туристы, туристы сюда, просто специфика Минска. И здесь, вот опять же, возвращаясь к вот той статье на торинг.бивай, если кому-то интересно, там итальянец оценивал, который неангажированный, туристов на Минск сейчас особенно не привлечешь, особенно тех, у кого есть деньги, да? Туристов привлечешь на то, что, на то, что в Минске, вот на те, на те, на те явления. Так вот, может быть, не стоит нам сейчас заморачиваться и создавать вот эти вот логотипы, паттерны. А мы сейчас... А мы сейчас... Абсолютно. Абсолютно правильно. И поэтому, еще раз говорю, что цель вот этой брендинговой программы, мы не можем сказать, мы не можем создать символы для людей, потому что символы сами создают, люди сами создают символы. Мы здесь можем найти, вот обычно, вот там с Римом был пример, находит идентичность города, выражает ее в актуальном форме, и все, и город даже движется с этой символикой. Здесь задача найти, что действительно есть в людях, что действительно есть в городе, какое направление для города обозначить основное. Там что будет помимо этого, как люди захотят, как жизнь покажет, то оно и будет. А направление должно быть задано. И задать вот этот вот стиль, то есть простые цвета, простые формы, которые отвечают, которые символизируют вот эту вот основную идею. То есть мы здесь... Я с чего начал? Мы не задаем картинок вот этих вот, которые просто поставили, и все так есть. Нет. Мы просто задаем основу вот этого, что ли, стиля. Основу. Минский стиль должен выработаться. Свой. Минская традиция должна выработаться. Нужно дать основу. Нужно показать многим людям, что ли, объяснить. И на персональном уровне нужно, так вот, многим важно объяснить, в чем он лучше всего на самом деле. Может, он не синтерпретирует это. В чем он может быть. Показать молодым, например, очень часто. И вообще, чем лучше, например, заниматься. В каком направлении лучше всего развиваться. Мы знаем, что нужно на Западе. Мы видим инвестиционные, там, туристические выставки, инвестиционные презентации, которые делают многие страны, регионы, города. Мы видим, что нужно, что актуально, что не актуально. И поэтому здесь, в этом случае, мы можем еще посмотреть на Минск, который, как бы, у нас люди знают Минск не понаслышке. Посмотреть и понять, что с этим качеством можно использовать, как его лучше всего продать и себе продать в том числе. И как на этом лучше всего капитализироваться. И вот об этом, вот об этом речь. А не то, что сказать, так, мы теперь, вот это вам, значит, картинка такая, живите с этой картинкой, вешайте везде. И туристы, значит, повалят только на эту картинку. Если мы обозначаем вот это направление умной, и если мы решаем, что, ну, как бы, интеллект, да, и вот она образование и все-все, мы понимаем уже, что развивать, чтобы туристы приехали. Если мы будем говорить, окей, Минск исторический город, приезжайте, значит, туристы посмотреть историю, то это будет, ну, вот по центру они прошли и уехали. То есть полдня, как оно и бывает. Если сказать, там, вот он гастрономический, они приедут, съедят, как вот, я видел, как иностранцы съели драник, откололи колдуна, еще чего-то, это все, это картошка. И Минск это не про, если Беларусь там, это белорусские темы, Минск это не про гастрономию, Минск это не про то, что делают с руками. Получается, что вы говорите о том сейчас, да, что, по сути, вот логотип той задачи, ой, не логотип, прошу прощения, бренд Минска, по сути, той задачи, которую ставят перед вами ваши заказчики, не выполнит в настоящий момент. Возможно, где-то когда-то в будущем. Ну, все, что вы сказали до этого, этому противоречит. Он выполнит в том, что… Потому что в Минске, да, на самом деле, Егор прав. Основная проблема – отсутствие нормальной городской инфраструктуры. Об этом знает каждый городской житель. Да. Но, поверьте, да, ваш бренд, да, создать эту инфраструктуру, вот честно, я имею какое-то отношение к определенным проектам городским, да, и, ну, частным, естественно. И честно вам могу сказать, да, ну, я понятия не имею, как это чем-то кому-то сможет там помочь. Да, поговорить с любым там ресторатором в городе, да, с кем угодно, да. Ну, он так посмотрит, посмеется, да, и будет в числе тех людей, которые лайкают. А это помешает? Подожди, Саша. А это помешает вообще? Вот вопрос давайте построим по-другому. То есть это… Поможет или помешает? Это вот не поможет. А это будет мешать вот с точки зрения… С точки зрения платы, да, будет мешать. С точки зрения о римах и прочих вещах. Ребят, давайте поймем главную вещь. У нас нету этого времени. Мы не Рим. Мы не были созданы много там тысячи лет назад. И у нас не было возможности эту историю наслаивать, из которой потом вырастает все остальное. Мы живем в совершенно другом уже информационном пространстве, где зачастую то, что ты говоришь, важнее, чем то, что ты есть. Я не говорю о том, что надо этим заниматься, говорить то, чего мы не являемся. Но надо понимать, что это борьба информационная, где от того, насколько ты будешь более, скажем так, современный и будешь использовать более правильно все инструменты существующие, ты будешь получать бонусы. И, соответственно, это и есть брендинг на сегодняшний день. Это и есть как раз часть этой информационной борьбы для того, чтобы привлечь к тебе дополнительное внимание. Не все. И в этом смысле то, что ты говоришь для строительства. Конечно же, сам по себе вот он появился, ты знаешь, что у них все стало лучше. Но то, что хуже не станет, однозначно. Потому что им это не мешать не будет никак. Я говорю не о бренде. А есть много проектов, где есть масса проектов, где вот эти вещи начнут работать совершенно по-другому. Просто минимальным, даже дополнительным. Вот стиль, просто стиль. Создает уже, ну у них есть стиль. Это интересно, да? То есть это в любом случае уже создает повод дополнительного бонуса и твоего внимания к этой территории. И это надо использовать. Тем более, что вложения здесь в сегодняшний день не столь велики, чтобы говорить о том, насколько это продуктивно. Мы не говорим о том, что миллионы долларов вкладываются, а хотим получить миллиарды. Господа, бренда нужен. Бренда нужен. Вопрос в том, что получается сейчас. Это привлечет нас к недели. Давайте мы сейчас, сейчас последние, буквально две минуты. Александр ответит на вопрос, выполняет ли вот этот вот самый рисунок, да, как его правильно назвать, стиль, да, вот той самой задачей, которая стояла перед вам заказчиком. Да, вот несколько недель назад была, я сейчас отвечу, да, несколько недель назад была выставка в Уолл-Челленмахе в Лондоне. И когда идешь по многообразию цветов и формы всего, это все очень теряется. У нас там сотни фотографий сделаны. И вот там был стенд Беларуси, который, ну его было сложно вот заметить. И поэтому, когда мы... А там пытались поставить, ну там и хоккейные символики, вот это Беларусь и Василек, который там... А знаете сколько цветов там? Знаете сколько вот таких вот рукописных шрифтов? И поэтому, когда мы говорим о том, что вот в этом стиле можно уже сейчас сделать дизайн для... Не обязательно в форме платы, да, а дизайн там вот в конструктивистском стиле для, например, для выставочного стенда. И его точно, точно не пропустят, когда это бело-голубые полосы, крупно написано Минск, и он точно, ну естественно там еще что-то, да, и какая-то информация, естественно. И что он зацепит людей, и что если это будет там Think Minsk, что он задержит внимание хотя бы на 3 секунды, которые нам достаточно, вот это нам... Вот это уже сейчас будет работать. И то, что они подойдут и спросят, а почему? А почему это Think Minsk? Им тогда там расскажут, что уже есть, да. Не что Minsk красивый, смотрите. А вот у нас проводится то-то-то, дадут там лифлет такой же, который, если он выполнит, как вот одна задача была, чтобы это было там в стиле современного искусства, скорее, а не корпоративной символики. Если в этом красивом там лифлете, который он не выкинет, да, будет календарь хотя бы того, что проводится, и он там пометит, что мне интересно вот это, мне интересно это, то скорее, что он приедет вот именно на это, а не то, что он откроет там два зубра, значит, тарелка с драниками, еще что-то, и тут же ему от Пьемонта что-то выдадут, что-то тут же от Бордо выдадут. Ну, то есть, и там у них свои, значит, драники и свои зубры. Никто не говорит против брендинга как такового. Мы говорим о том, что бренд должен быть такой, чтобы не вызывать дичайший поток фото-жаб, да, на Фейсбуке и где-то еще, и чтобы активные горожане не тем, кому пофиг, а тем, у кого хватает хотя бы сил, да, ответить, ну там написать что-то в комментариях, обсудить и даже фото-жабу сделать. Они, пардон, напрягаются и что-то делают. Так вот, чтобы эти активные горожане, подождите, да, каким-то образом, да, разделяли ценности там этого бренда, да, и говорили, да, это Минск, это Минск, где мы живем. Пусть он может быть не такой, какой бы нам в идеале хотелось бы, да, но это те вещи, с которыми мы имеем дело, с которыми мы согласны, и мы готовы ради этого работать, да. Мы говорим здесь об этом, а вы рассказываете про то, что вы ради этого тоже. Мне не надо уговаривать, я в рекламном агентстве работаю, да, нужно, конечно. Господа, я думаю, что у активных горожан будет возможность проголосовать, да, будет возможность проголосовать за итоговый результат, или будет промежуточный сюда? Они могут высказывать свое мнение, по как бы они хотели, каким бы они хотели видеть город, каким бы они хотели видеть стиль города. Они могут активно участвовать, и все их мнения, естественно, будут учтены и проанализированы. Ну, естественно, они могут, мы с самого начала были открыты, все наши контакты есть, и телефоны, и email, и тот же самый Facebook, и кому нужно, и кто выходил с инициативами, эти инициативы поддерживали. Сейчас едем, кстати, дегустировать второй раунд аромата Минска, например, который по инициативе Минска создавался и создается. Так вот, и мы всегда открыты, просто не нужно писать с эмоциональными оскорблениями прямыми, потому что там сидят живые люди, а не роботы, и они тоже живые. А на конструктивные предложения, конструктивные замечания, мы, если их не учитываем, мы хотя бы объясняем почему. А так мы вообще-то их учитываем. И поэтому есть люди, которые просто говорят спасибо, есть люди, которые пишут, мне не нравится вот это, вот это, вот это, а я считаю, что лучше будет вот то, то, то. Вот это идеальный совершенно вариант, а не то, что писать вы все дураки. Ну, кому это нужно, никому не нужно. И мы приглашаем все эти мнения, как всегда, не мнения, вернее, а предложения, вот это участие. И с самого начала и приглашали, и через мидиа об этом объявляли. Александр, вы проявили совершенно непрофессиональный подход с точки зрения инклюзивности. Это ваше, это ваше, это ваше, это ваше личное мнение. Это ваше личное мнение. Вот у других. Вовлечь активно людей. Вы демонстрируете пассивное вовлечение. Почитайте методики, последние методики инклюзивности. Сатью. Фальш, не сатью, зачем сатью? А я вам скажу, что в мире не было проекта территориального брендинга, в котором было бы такое вовлечение. В мире не было такого проекта. Вы, значит, не знаете эти проекты, почитайте российские исследования. Так, господа, я предлагаю закончить нашу дискуссию, потому что это... У нас есть прекрасный холл, где есть чай-кофе, мы можем посидеть пообщаться и там. К сожалению, время наше совершенно уже закончилось, поэтому нам уже пора отсюда уходить из этой студии. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Я надеюсь, что активно будет обсуждение. Простите, простите, подождите секундочку, я еще раз напомню нашим зрителям, кто был сегодня в нашем эфире. В эфире мы сегодня говорили с Олесем Плоткой, пиар-менеджером общественной и культурной компании «Бузьма и Беларусами», Александром Василевичем, директором рекламного агентства «Поблисис Гептогрупп», Петром Папелушко, директором рекламного холдинга «СМГ Беларусь», Жанной Гринюк, директором Центра системных бизнес-технологий «Сатио», Светлана Демешко, заместитель начальника управления физкультуры, спорта и туризма «Мингерисполкома», Еленой Плис, директором государственного управления информационно-туристического центра «Минск», дизайнером Егором Сурским… Не дизайнер, сын дизайнера. Сын дизайнера. Хорошо, Егором Сурским. И Александром Грандом, специалистом компании «Инстит». Я, Марина Шкеленок, прощаюсь с вами. Благодарю за то, что вы были в этом эфире вместе с нами. Свои отзывы и комментарии вы можете вставлять на форуме, но и мы в любом случае открыты для общения. Спасибо вам большое. Увидимся. До встречи. Пока. Все.